Мне вопрос Василий, теперь твоя мысль, а что это может все означать? Почему такая цепочка событий именно после минских встреч? Зачем эти обстрелы? Кто это делал и зачем? Европе нужен мир на Украине, поэтому и Меркель, и Оланд, они фактически сделали демарш в отношении США и приехали тогда, помните, в Киев, а потом на следующий день, не объявляя, то есть они сразу же приехали в Киев, не объявляя, чтобы не сделать засветку. Потом поехали в Москву, Европе нужен мир, Москве нужен мир, Донецку нужен мир, жителям Украины нужен мир, но есть часть власти, часть власти у нас здесь в Киеве. Называть ее можно партией войны? Абсолютно верно. Она международная, это партия войны, транснациональная. И часть власти за Киевом, которая утвердила, создала на территории Украины политэкономию войны. У нас сейчас тысячи людей, десятки тысяч людей внутри, на территории Украины, финансируют, получают финансирование, гонорары, гранты, деньги только на войну. То есть они живут уже более года на войне. Представьте такую ситуацию. Они договариваются, Минск продвигают. США с Россией договорились по Ирану. В ответ Паэт приходит в Верховную Раду вместе с Нуланд. Нуланд продвигает особый статус дальнейшего умиротворения. В ответ контролируемой Москвой правительство ДНР заявляет в этот же день, в пятницу, о отводе вооружения. То есть шаг еще один. И в ответ им идет прилет. То есть есть люди, конкретные силы на территории Украины, которые живут с войны, которые контролируют блокпосты, которые контролируют поставки из бюджета и так далее, которые не заинтересованы в утверждении мирного договора. Мы можем говорить? Спасибо. Поэтому выстрелить, по моему мнению, когда идет шаг делает Москва, шаг делает США на мир, шаг делает Донецк на мир, и тут в этот момент пролетают снаряды по Донецку. Василий, я могу вот такую вставочку сделать насчет общих названий США, Россия, Украина. А не будет ли более правильно говорить определенные силы в США, силы другие в тех же США, силы в России? То есть я хочу, чтобы мы пользовались некой такой терминологией. Если мы можем утвердить за основу некую партию войны, которая есть международная, она присутствует в России, в Украине, в Америке, в США, в Британии, в Европе, и точно так же противодействует ей партия мира, которая точно так же присутствует в США, в России, в Украине и так далее. Мы можем такую конструкцию? Это абсолютно верная терминология. Нужно еще один термин вводить в эту терминологию. Политэкономия войны. На территории Украины утвердилась политэкономия войны. Это уже фундаментальная основа, это социально-экономические отношения. Но ее проводит и запустила партия войны. Конечно. Я к чему говорю, что если мы говорим США, то лучше говорить, наверное, будет, не знаешь, лучше, лучше, более правильно говорить, что какая из групп влиянием. Да, и надо разложить потом, конечно, кто олицетворяет партию войны в США и партию мира в США. Наверное, Киссинджер – это партия мира, да? Наверное, Ястреба… Керри – это партия мира. Да, Керри, который приезжал к Путину, якобы… Керри – это администрация Бамы. А Нуланд – это партия войны. У нее кто там? Мой муж у нее кто? Я о чем говорю. Я, Владимир, я как раз о чем и говорю, что, наверное, разделение идет не по кабинетам, не по границам стран, не по службам. Ну, там, например, вся ФСБ – это партия Х, а вся там СБУ – это партия Y. Я имею в виду, что разделение идет внутри, прям, внутри структур. Один человек работает на войну, один человек работает на мир. Ну, возможно, и так, но с точки зрения, как бы, мы не можем настолько детализировать. Да, в партии Обамы есть какая-то часть людей, которые, возможно, считают более радикальными методами на действие. Но в целом мы имеем в виду, что администрация Обамы, это в целом, да, включая всех чиновников основных, которых мы видим в СМИ, которые участвуют в процессах, это партия войны. Потому что, может быть, Нуланд не согласна с чем-то, но она, как чиновник, как помощник госсекретаря, или кого-то еще, она выполнять обязана то, что скажет руководство. Я согласен, я согласен. Но имеется в виду, что, для чего это все к чему я это все говорю, что если партия мира, которая присутствует в США, усилила свои позиции и договорилась с партией мира в России о каких-то подвижках, ну, в Иране, давайте, а мы вот в Украине, то вот эти обстрелы, наверное, надо связывать сразу же с активизацией партии войны. Причем с обоих сторон, я хочу заметить. Конечно, конечно. И тут очень трудно разобраться, на чью сторону играет тот же Порошенко. На партию войны или на партию мира? Вот выпала бы ему возможность немедленно установить мир, как бы он себя повел? Может быть, он бы в первую очередь сам первый побежал организовать мир. Но поскольку он есть объектом, а не субъектом, то он как бы там, да...